Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о замечательных стихах Юлии Симберской. Если вы не знакомы с этим современным детским поэтом, обязательно познакомьтесь. Потому что на самом деле тут у нас не только чрезвычайно удачный симбиоз работы художника и поэта, но еще и богатство фантазии на простом материале. Вот что я особенно люблю в детской литературе, это когда будничную вещь, вещь такую, на которую и внимания-то не обратишь, да? А уж тем более не сделаешь ее в своем воображении героем или темой для художественного произведения. Поэт обращает внимание наше и рассказывает об этой вещи так, что просто любо-дорого смотреть. Вот на грядке все в порядке. Это не просто рассказ о каких-то там грядках или огородах. Это настоящая симфония. Симфония тому, что мы с вами, дорогие мои, привыкли видеть на своих пятисотках. Ну, у кого пять, у кого и пятьдесят пять, у кого в степи, у кого в тайге. Вот. Но, в принципе, вы же понимаете, это набор тех самых овощей, которые, ну, растут и фруктов. У нас под булком, в средней полосе. Тут, пожалуйста, кабачки, патиссоны, горошек, редиска, перец, тыква, репка, картошка. Ну, кукуруза, они везде. Она растет. Лук, помидор, морковка, свекла, капуста, баклажан, огурец и так далее. Тут, понимаете, то, что ребенок встречает на столе, непременно. Вот просто... Не, ну, вам, конечно, могло повезти, как и мне повезло. Да, у меня дочка неприхотлива и непривередлива. Она ест все, что дают. Вот. Значит, ну, если это не так, то, конечно, какую-то вещь ребенок не любит. Да. Найдите этот овощ или этот фрукт, значит, в книге Симбирской и заучитесь ребенком стихотворению наизусть. Я вас уверю. Уверяю просто вот на все 100% это должно помочь нормализовать, значит, питательные привычки ребенка. Почему? Потому что если речь идет о еде, то, ну, ничего более здорового, чем вот эта вот, значит, растительная пища, ну, даже не придумаешь, да. Ну, хотя, конечно, если кабачки пожарить с чесночком, с перчиком, вот, и под майонезиком так все это дать, хорошо-то, это уже не совсем здоровая пища. Но зато прекрасная совершенно вещь. Так вот, известное каждому художнику правило. Нарисуй предмет у глазки, получился что? Правильно. Получился ваш герой. Потому что здесь действительно достаточно пририсовать глазки к любой вещи, и она сразу становится живой. Одушевляешь ее. Так вот, пририсовать глазки, образно выражаясь, да, в стихотворении к этим вещам очень сложно. Во-первых, мы все-таки их едим. Поэтому, как бы, это... Алиса это пудинг, очень приятно, пудинг это Алиса. Очень приятно, да. Это немножко не та ситуация, в сторону которой хотелось бы развивать повествование. А во-вторых, ну, что можно сказать о морковке, а? Ну, зайцев вспомянуть. Ну, конечно, куда же без зайцев-то? Морковка же. Вот. Ну, козла и капусту соединить, да, и так далее. Голова полна штампами. Ни за что не догадаетесь, о чем пишет Симбирская. Каждое абсолютно у нее стихотворение, это целый отдельный сюжет. Причем со своими героями, со своим реквизитом, со своей... Целая история, да. Уметь надо так придумать. Ну, допустим, кабачки у нее спят. Кабачки спят, засыпают. И маленький кабачок, он боится, он не засыпает. А что с тобой, малыш, почему ты не спишь? Мышку боится. Мышка придет, зубастая. Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек. Там мышка живет, тебе хвостик отгрозет. Значит, вот в духе этого самого знакомого всем с детства по мультфильму стихотворение. Симбирская пишет от лица этого кабачка, ну, как вот действительно утешая ребенка, который боится чего-то и не засыпает. Его утешает грядка. Грядка это у них такой покровитель общий, у всех кабачков. Не беда, мы ж ни за что мы не пустим сюда, говорит грядка. Ну и потом засыпает, наконец, грядка, когда все спят. Допустим, патиссоны у Симбирской это летающие тарелки. Значит, в них сидят пришельцы, они прилетели. Вы патиссон видали? Один в один, но летающий. Но вообще это, конечно, странное создание, да. Так смотришь на него, да, это вам не кабачок, да. Это такой вот патиссон, да. Значит, вот они там сидят. И совершенно неожиданный эффект дает почти фотографическая точность, с которой Симбирская пишет вот эти вот картинки с выставки, да, картинки с огорода. Потому что последние четверостиши вы только представьте себе. Но это надо представлять себе, что такое физалец. Значит, а физалец невесомый в тишине отлично слышит, как пришелец в патиссоне кислородом нашим дышит. Это совершенно прекрасно. И по звукописи, и по живописи, потому что этого пришельца очень представляешь себе. Он там сидит маленький и дышит через трубочку нашим кислородом. Ну, такой прекрасный овощ, да. Здесь все. Здесь про горошек одно. Горошек карабкается вверх. Он бы до звезд добрался. Да жаль, забор кончился, потому что он карабкается по забору, да. Ему надо... Вот репки хорошо в темноте, в уюте, значит, в норке, да. А горошку надо ввысь. Вот прекрасно совершенно про это ползучее растение сказано. Отличная кукуруза, которую запеленали, закутали, чтобы с ней ничего не случилось. Одна косичка наверх торчит. Видели початок кукурузный, неочищенный? Ну, один ботин. И вот, когда, наконец, она вырвалась из этих тенет, когда она вырвалась из этих пеленок, все поразились. Какое прекрасное желтое платье у тебя, кукуруза. Еще пересказываю стихи, прозы, последнее дело. Читайте. Это очень здорово написано. Ну, и, наконец, одно из моих любимых стихотворений. Это у нас «Чеснок». Если честно, то чеснок не бывает одинок. Ведь семья у чеснока, если честно, велика. А, дружным долькам, если честно, вместе очень интересно. Пять братишек, шесть сестренок вылезают из пеленок. Так сестер обнимут братья, не расцепишь их объятья. Прекрасно. Фотографически точно, еще раз повторюсь. Потому что, кто чистил чеснок, тот понимает, что это писать можно только так. И здесь все есть, вплоть до шпината. Читайте Симберскую. Прекрасное чтение с ребенком. Вот просто книга, с которой в руках можно ходить по огороду, находить волшебство и чудо на каждой грядке, в каждом росточке. Вот такая вот поэзия. Спасибо за внимание.